привет друзья с вами ваймс и это вновь братаны прошлый раз мы немножко обзавелись дизармами а также рыцарем не этим не помню где он у меня вот этот рыцарем с которым мы в основном эквип забрали сам рыцарь ну у него вроде норм статы может качается будет крутым может быть нет но зато броня на 240 вполне хорошо шапка на 210 тоже вполне хорошо иметь чего я тоже кому-то выдал а меч сам по себе на самом деле не настолько хорошо потому что типа по сравнению с топором тот же по сути урон 85 100 тут 80 100 но топор бьет дважды на самом деле наносит больше то есть на самом деле у него 120 150 а у меча 105 120 так что у топора значительно больше урона у топора значительно больше урон по броне очень урон сквозь броню 40 вместо 25 а по броне тоже 150 вместо 100 повреждение счета тоже естественно больше а так что по сути во всем топор лучше меча кроме доступных атак на самом деле потому что это пара вторичка это аудяшка круговая которая дамажит абсолютно всех вокруг и это немножко неудобно и невязабельно также не минс 15 процентов шанс попадания уменьшать им временем две дополнительных атаки 1 это рассекание это пробивает насквозь противника то есть она бьет того кого я бью и того кто за ним стоит и 2 белка размах она наносит урон трем врагам по полукругу как бы что немножко полезнее круговой ауэшки но посмотрим посмотрим что с этим чем мы сделаем а ну и пока что у меня есть амбиция уничтожить долгого нежити мне довольно мало денег хотелось бы их заработать побольше и у меня довольно мало еды так что так что блин в этом городе дорогая еда так что куплю инструмент вместо нее будем есть инструменты меня а я просто гоняю куда-нибудь по южным наверное городам я думаю стоит немножко в пустошь сюда вот сходить я прошу раз по моим хотел наоборот сюда вот сходить но тут как бы менее удачное место мне кажется а тем более что мне нужно закупить где-то еду но в принципе там я тоже конечно могу в южных городах но думаю все-таки погнали туда причем все чё это было заметил кого-то враждебные сразу же потеряла из вида неважно но причем я схожу вот так вот вдоль вот этих вот болот потому что может быть какой-нибудь лагерь вражеский я вроде в этой части карты вообще особо не был меня 22 налетчика хочу я с ним связываться нет это получится гоняться за ними ради копейки x 3 копейки лута не стоит немножко еды даже сейчас так инструменты боеприпасы медикаменты все нормально бы припас я правда и не трачу так что они никуда не деваются наемники здесь и кстати касательно боеприпасов я бы хотя у кого не дальнобойного наверное не этого чего мне нужен был новый баннер правильно потому что у меня какой-то да очень трашивый так что я посмотрю этого чего но он может быть терпимым дальнобойным чаром на нехорошим хотя как бы достаточно хорошим типа это примерно максимум что можно получить не с охотника наш 2 звезды так что это плюс 40 89 плюс еще 4 с одаренности но кроме этого хз стамина без звезд кп со звездами ему особо не нужно милишка нормально так что мог быть гибридом наверное нет я скорее смотрел ради решимости что решимость хорошими звездами могла бы быть вариантом для меня тут я могу что-то сделать ничего полезного тут я ничего полезного купить не могу что насчет наемников в смысле контрактов куда-то везти груз не но и дайте туда в принципе довольно быстро и легко потому что тут платят типа 1200 я могу туда за день приехать и потом просто переплыть правильно то что это портовый город да нет скорее всего не особо дорого но не я все-таки хочу немножко разведать лагеря нежити которые мне нужно зачищать может быть еще что-то так сейчас я тут ничего не найду потрачу кучу денег еды впустую какие-то руины неизвестный враг посмотрим бандиты на горе с арбалетами не хорошо блин насколько лучше было бы если бы я знал хотя бы что за тип врагов в этих руинах то есть понятно что типа неизвестно какие там будут враги неизвестно с чем придется столкнуться все такое но блин напишите хотя бы не жить а ты или орки или еще чего-нибудь то что-то либо ты знаешь все что там есть либо ты вообще не знаешь что там будет и теперь если я знал что это бандит я бы сюда скорее всего просто не пошел потому что она мне нафиг не надо посмотрим а тут лидер ужасных окон броня 170 шапка 230 в идеале затыкать этим залом но как получится в остальном ничего особо интересного средний арбалет легкий арбалет это еще были нет оказалось тут было больше струков может один это шел назад смотрим так так на там сзади еще есть и плюс металки естественно если вы верхнего танка то он по моему нет вам только у нижнего этого чала шот над мечом и все здесь к сожалению сквозь куст я не могу ударить что хотелось бы того чего убить я бы вам счет ну вместо этого нет особой разницы кого из этих бить верхней верхнего нет шапки у нижнего более легкая броня в принципе так что лучше я ударю нижнего потому что в тело попасть легче чем в голову типа если если там попасть в голову я бы вашу одну скорее всего но но мало вероятно что я попаду в голову использую уничтожение брони неприятно потому что броня мне на самом деле не помешает еще мимо я ударю алибарды это хорошо чего потому что я могу ваншотнуть а этого вряд ли я ударю еще того чего я подойду и ударю среднего арбалетчика потому что он тут сильно опаснее чем все остальное хорошо здесь здесь стоит столько того чуть-чуть не ваншотну ну ладно и тут хотят убегает этот убегает тот где там все равно ничего полезного не делает и он не может меня дойти ударить в этот ход короче хорошо просадился чуть ли добить этого чего или я хочу обойти этого чего так я буду под угрозой от этого налетчика я хочу просто добить и получить за это очки действий прийти к тому хорошо а тут подняться на шаг и ткнуть чего с вилами до добить его еще чекнуть мораль там внизу кому-то и тут таунта у меня действительно нет мораль там что подошел танком я пытаюсь его оттолкнуть чтобы просто он не мог два раза ударить моего чего с выручим здесь наверное просто встану на эту клетку чтобы если что этот час молотом бил моего танка но не он не пошел бить моего танка ладно могу ударить этого налетчика или я могу переключиться и ткнуть кинжалом лидера проблема в том что лидера я сейчас окружить быстро не могу пока я начал жив так что лучше все-таки этого чего бить так тут все сбегают так что просто подойдет к этому чего это правда это час с лавкачом так что его 120 хп какое-то время проживут шаг вперед ткнуть этого разбойника могу его ударить они в зоне контроля так что могу его ударить и отойти ему нужно будет еще подойти и он но он сможет ударить моего танка но это танка а или же я могу подойти еще раз воткрыть да и он сбегает хорошо этим чем у меня ничего прям полезного сделать не могу потому что тут враги мешают пройти разве что за контролить этого но его я и танком за контролю лучше контролить этих двух и ударить одного из них тут убить этого бомжа и тут в идеале я хочу в идеале я хочу все-таки добить этого налетчик который как не хочет умирать ладно так и ударить нажал и ткнуть здесь контролить этого чего не попасть по нему куда он убегал ладно неважно мимо броня кончилась 31 процент блин чел почему ты такой я поведу этого чего вверх тоже так так пока что я хочу кем-то за контролить по крайней мере одного арбалетчика это блин еще питер который не имеет пушки ближнего боя так что им подходить бессмысленно слегка отец бегает эти двое за контроли на насколько смогу так сделать вполне смогу и ткнуть хорошо вот умер один арбалетчик сбежит но с этим ничего не поделать эти 34 процента как бы кроме этого особо делать нечего 27 процентов потому что на мне у меня пониженный мораль мимо этот через три хода это через пять ходов это в принципе более хороший чем правильно то что у этого более трешевая булава и так и так я один раз могу ударить и тем и тем я не могу вот эту клетку занять так как этого чего зовут он плюс тут сами с 9 милишки там тоже сами с 9 милишки так что в принципе особой разницы нет там чуть больше защиты но стамины кстати почти полная не все-таки этим подойду 39 мимо а этим я ударю на алибардой чек на мораль хорошо сколько пять защиты не очень хорошие хп так что подходить немножко опасно типа может быть я просажу ему морально кстати учитывая что он очень не на последнем уровне типа у этого этот сломлен а этот просто нерешительный так что он скорее всего станет сломленным и убьет меня нахрен баннера что сейчас было бы не очень хорошим вариантом так что я просто ткну еще раз того чего неплохо если бы он не убивал меня мы его самого крутого чувака так мимо умри уже спасибо так так к этому это тоже относится ну допустим рота все бы сейчас сбегает хорошо не догнать их конечно же я окружаю их лидера у которого достаточно хороший шмот так так что хорошо в ловкачах они получают сильно меньше урона типа они его получают в хп но сильно уменьшенный так что получается что этот чел остался типа с десятью процентами своего максимального хп но травму он так и не получил за этот бой 98 урона здоровью но без травмы так что просто отхилит за пару дней норм а окей я получил его броник на 170 я получила шапку на 230 хорошо я получила дворянский меч который самый топовый из одноручных мечей не то чтобы я хочу его использовать ну и просто немножко хлама на продажу в основном нормально нормально а кому я хочу дать шмотки которые я заработал второму танку этому челу барасу на меня один из самых крутых шапку покруче это мучало тоже шапку покруче и кстати у него уровень плюс 3 плюс 2 еще стамина вообще не еще уровень хп я хочу вкинуть стамина каждый раз будет качаться по 4 так же нормально и берсерк ну девятый уровень берсерк десятый передышка одиннадцатый боевое безумие плюс еще что-нибудь видимо так может мастерство и дать ему длинный топор но пока что берсерк чтобы он получил дополнительные действия когда он убивает кого-то это полезно хочу ли я кому-то дать броню на 150 в первом ряду у меня у всех лучше во втором ряду у меня не у всех лучше так что я отвечал ну в первом ряду у меня у всех лучше если не считать вот этого чего которого у которого легкая броня который могу я не могу заменить потому что это это с обвесом хорошо я поставлю чиниться все вот эти вот мечи и вот этот клевец это молод по идее тоже арбалет кому-то можно выдать еще один кинжал улучшенный отвечала 46 милишки а думаю я просто так вот сделать то что все равно он мечом ничего полезного делать не будет а так у него стамины больше 71 с мечом у него было шатин можно сюда вместо гоблинского гоблинский можно сюда вместо ножка нормально кроме того что это был не лагерь нежити это не очень нормально типа это не то что мне нужно было защищать я не уверен что тут более хорошо он тут чувак пытается прыгать из скалы и летать ну ладно чувак улетел видимо это по-моему должен быть лагерь каких-то орков или гоблинов много альпов можно не будут меня нападать на гоблин налетчики налетчики это гоблины ближнего боя они не сложные этого человека все-таки заменю потому что у него нифига нет хп так что я вас пару ударов убьют ну и наверное да на рыцаря рыцарю дадим меч и броню получше печатку тоже получше ну попробуем но также не она летчики это гоблины ближнего боя но у них все равно есть метательные их баллы и сетки и пики не метательные но на две клетки хорошо что я убрал кстати лавкача потому что пики я вешу открыть течение так 6 гоблинов всего лишь не сложно хочу ли снять сетку лучше 57 процентов ткнуть 64 процента 65 можно вы будете падать и такую дальних этим на самом деле не надо было но этим я такую дальнего потому что мне кажется дизарма дамаговее чем самый хороший топорик вручный как минимум потому что если я ваншот на гоблина я могу по моему если в голову попасть то у него останутся очки действия чтобы освободить кого-то еще 63 мимо 59 не мимо так чтобы не сбегали так вытащить себя и союзника и союзник может подойти к последним гоблинов или или нет или не может я только что с него сетку снял пикинер опаснее чем чел с кинжалом так что правильнее убить его первым тут я ничего не могу сделать тут я ничего не могу сделать тут я могу подойти но я лучше подойду кем-то кто может наносить урон и нанесу урон ничего интересного наградах на как бы чуть-чуть экспо чуть гоблинов почему нет можно было бы наверное кстати был более правильным решением оставить этот лагерь пока что и прийти сюда когда будет амбиции на удеря гоблинов чтобы их не пришлось искать по всей карте а типа во я знаю что тут есть воде гоблинов но пофиг там есть лагерь нежити кстати я не уверен что его пройду там вроде бы что там был некрикультисты альпы на напали все таки это нехорошо еще не дали мне сменить строй перед боем по идее если я загружу автосейф то я смогу сменить строй перед тем как снять игру с паузы может быть от план то что они успели танк это нехорошо тогда этого чего себя поставлю что у меня строй слишком вытянуть для альпов дождем подождем это через шесть ходов его нужно будет на эту клетку переставить в остальном ждем ну или может быть не этого на эту клетку а это во время туда он не добежит я могу выпустить собаку собак скорее всего не выживет после этого но немножко кстати немножко можно может быть немножко помешает то что она будет телепорт альпов когда это мне не нужно ладно хорошо я вернусь обратно в строй чтобы не стоять отдельно не хочу растягивать свой отряд и тут стой дудеть чтобы разбудить 1 чего я не думаю что так уж много смысла типа он сейчас на получает кучу урона но пофиг тут я могу сделать шаг ударить но не смогу вернуться в строй так что пожалуй нет тут тоже пожалуй нет тут ничего тут я могу ударить тут я опять же могу сделать шаг ударить но не смогу вернуться а вот тут я могу не выходя из строя сделать шаг ударить успели танку успели топориста и разбудили его сразу же у меня три чего спит наверно можно прудить и до того я не дотянулся окей надо было сначала сделать шаг вниз потом прудить отсюда до всех достаю мимо мимо можно вы будете менее косыми подожди пока что мимо мимо серьезно хотя минус 1 прошел минус 2 хорошо чуть-чуть а все-таки строй растянул ну ладно и жди пока что и разбуди этого чего и кнутом ради того чтобы телепортнуть их может кто-то кому-то пойдет интересно как на них таунт работает подозреваю что никак этот спровоцирован и ты можешь еще сделать шаг выдать на не попасть окей тот чем спит и я на него не дотягиваюсь мне нужно шаг сделать хочу ли я сейчас будить танк действует раньше и тот чего они могут его разбудить сами все альпы уже походили так что все норм с этим я подожду пока что подожду шаг удар просто удар тут я никого не дотягиваюсь так что разбужу может быть я буду дотягиваться после того как они протонуться на пофиг тут они никого не дотягиваюсь так что подождать тут шаг удар и шаг назад сюда встать чтобы легче будить мимо шаг назад я не подождал и нажал меня в принципе им закончить ход в любом случае как не любят на те же места телепортится так я вот так вот подойду потому что как это защитит этого чего лучше что они крайних сильно чаще усыпляют чем тех кто в середине строя эти садят а я не убегают догонять их не получится так что победа с кучей дамага но победа опыт как-то за альпов очень мало дает нахтах не то чтобы там много было ну ладно так у тебя все еще нет хп у вас теперь у всех тоже нет хп ладно это опять гоблины подсмотрщик налетчики застрелить и не такое я не хочу еще и на холмах можно мне вместо этого не жить вождь кочевников это тоже немножко не то так у меня нет ни то мишка нету хрени что короче блин как он называется у меня есть дозорный правильно да но нет разведчика что предотвращать несчастный случай от от местности линдвурм и 3 а можно не надо хочу глянуть кто в этих руинах но также я не хочу чтобы меня после этого линдвурм напали хотя если у меня кто-то слегка хотя бы полезный эти два чела очень условно слегка полезные ну допустим тебе такой броник гоблинская пика не выпало к сожалению я сейчас дал ну хотя не я думал заменить задамаженных много углянем что здесь если что загрузимся очарники 9 всего лишь и видимо два лучника всего лишь так он будет идти в обход на два лучника и просто говори за не что-то сложное но блин это не нежить и также ничего ценного у них нет хотят равняться по крайней мере на продажу сойдет нижнюю потому что мы шанс больше и броня у него хуже ну ладно начал этого как будут добивать этого так можно пройти ударить можно просто подойти тут можно просто подойти можно кнутом выбить у него пушку но в принципе наверное нет так насколько он пройдет изи изи один лучник за контролем хорошо не контролем а можно его мочит мимо мимо подожду этим чаром так чтобы не ломали щит попытаюсь выбить пушку того но не получилось так теперь этим можно будет подойти и ударить его топориста хорошо а у меня скинули ударить на не убить может быть у танка проблемы а это мой рыцарь правильно да который пока что не очень эффективен сойдет марок посадил у танка нету на вторичке еще одного счета к сожалению часто было бы в тему потому что этот счет он потеряет даже если тот человек не будет удар по щиту использовать просто тупо это два раза ударит это два раза ударит щит сломан потому что у него четыре прочности осталось что я могу с этим сделать я могу вот так вот уйти так что топорист меня не ударит уже вот щит сломался мне все равно достаточно должна быть защита чтобы даже без щита какое-то время жить особенно учитывая что его не так уж много кто бьет ну ладно мимо так чего этого чего меч сойдет чего вы такие косые что 364 все мимо хотя бы это попал так пока что так чтобы мораль чекнуть все равно ничего более полезного сделать не мог туда же я подожду потому что этот топорист скорее всего подойдет сюда или к моим танкам на танкам блин сейчас он второму щит сломает какого хрена можно так не делать вот я и так дайте ударить просто ударить 9 процент шанс попасть ненависть так добейте его уже его его добили тот сбегает я тоже сбегает хорошо не я не согласен отпускать чувака которыми два счета сломал а благовония чаши на продажу немножко всякого хлама который не влезает так хотя это мне не нужно это мне нужно щиты пофиг типа поставлю их по убыванию прочности чтобы более дорогие первыми мы залутались но да я думаю мне стоит какой-нибудь город свалить потому что у меня место кончилось также уровне плюс 2 плюс 2 и блин у него все еще плюс 4 типа у него на первом левой лапе было 4 выносливости на втором 4 я чуть-чуть уже жалею что не сделал его тяжем ладно но все-таки пусть будет ним дом плюс 3 плюс 3 плюс 4 хп 107 для ним было по моему вполне достаточно тут плюс 2 плюс 2 тут и хп и и стамины мало но хп будет нормально не качаться так что тоже наверное скорее в кач так быстрые руки 18 защиты уже так что можно быстрые руки и первый ряд его как так и этот танк вкачался так во первых тебе новый щит и тебе новый щит и в инвентарь вам обоим такие еще щиты чтобы переключаться у этих щитов меньше немножко защиты но у них 60 прочности а не 32 так что против тех кто массово пытается мне вам от щиты немножко лучше починить этот цепь так танки так и не вкачал плюс 3 защиты естественно в принципе так но здесь ему явно закаленный в боях но в принципе у него нет здравика и достаточно хп так что можно хп пока что не трогать я боюсь что он потеряет свою толстоту и потеряет 10 хп от этого но может быть потом просто здоровяка все равно возьмем пока что стамина и решимость решимости танкам нужно много танки существуют чтобы их окружали и если от того что они окружают что их окружают они начинают сбегать это как бы не очень эффективно получается много некракультистов я сюда еще вернусь разбойники почему-то здесь у меня в первую очередь нужно продаться 21 я не починил луки они довольно таки нормальные по деньгам я вообще как-то пару предметов ответил на починку и все и забил но сойдет благовония тут не продавать потому что они тут и так свои есть все колчаны мне не нужны эти броники мне на самом деле уже не нужны эти тем более типа один оставлю на запас капюшон на 70 нет 130 парочку можно оставить 140 явно можно оставить 105 на ловкачей это все продать гоблинский кинжал еще один надо эквипнуть кому-нибудь тренинг цепь продать трешевые ножки уже не нужны дубины я на самом деле все продам молот туда же это туда же средний арбалет туда же мелкие щиты никогда не нужны эти щиты тоже по сути оставить один чтоб цены определять так осколок души от честь на продажу предмет с альпов все остальное это на крафт предметы с альпов третий глаз окаменевший вопль и сохшая кожа из них делается амулет как из нахцера в которой плюс решимость дает только лучше и по моему мне должно хватать на него на него там типа по два двух видов резов тут правда не получится раскрафтить ладно наемники какие-нибудь вор с хорошими статами еще один танк маловато решимости маловато стамины на 57 милишки 11 защиты если у него есть звезды в милишке и в защите или даже хотя бы в милишке то он будет скорее не танком а дамагером посмотрим еще один ассасин минус 5 к защите на плюс 5 к решимости это нехорошо но в принципе у него все равно 5 плюс 5 к милишке это очень хорошо но низкая хп низкая стамина очень 55 решимости со старта блин если у него решимость со звездами то это будет баннер я тройну ну не одна звезда это не со звездами хотя бы две окей у ассасина одна звезда в милишке на минус 10 хп не к сожалению он нам не подходит типа у него слишком мало стамины чтобы быть тяжем но у него слишком мало хп чтобы быть лавка чем можно сделать стамин нейтрала но я просто выгнила также кстати у меня шапка на 200 кому не нужно ее дать проверять танков конечно же окей храм вылечим у этого чела минус к выносливости в принципе пофиг можно на арену сходить я брал этих двух плюс этого можно так их и взять если там нормальный бой а змея три змеи я обдумаю на всякий случай и сохранюсь но три змеи не должны быть проблемой так что это скорее всего просто халявные тысяча тысячи денег это все нормально поменять местами этих двух просто погнали будут ли они меня притягивать когда их всего три надо было закончить а то не ждать будут ладно так так таунт я не знаю работает на змеи или нет он не на всех врагов работает но видимо да чтобы эта змея не била этого чела я пытаюсь убить среднюю 1 да так интересно если нижнюю затовниться на меня притянет я не буду проверять так ну естественно очень легкий бой немножко денег а сколько у них уже битв три то есть еще две это плюс пять решимости не то чтобы им особо нужно кроме танка плюс пять решимости но можно потусить вокруг города какое-то время и это выполнить окей что здесь доставить сундук что здесь ифриты ифриты не ифриты это слишком неприятно можно вернуться и попробовать пройти некоркультистов они считаются нежитью вроде как должны и мне кажется вполне способен пройти этот бой не этого чего я не буду брать так так на самом деле более защищенных в углы так типа такой строй против некоркультистов пофиг что ночь много это типа 68 10 6 10 возможно ну да с таким строем они вот так вот в центр очень любят телепортироваться если у меня сплошной строй то они чисто там типа 5 сверху 5 снизу так у меня 3 сверху 2 снизу 5 в центре что намного нормальнее а тык туда тык сюда я тут более да у этого полная хп у этого половины так что лучше задамаженных сначала затыкивать но это как пойдет у этих у двоих полная так так мимо так 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 туда а это танк без таунта так что просто пора расстануть этот танк с таунтом так что вот тебя за таунтить и вот тебя за таунтить больно ну ладно это чуть задамажен еще чуть задамажен а здесь этот почти мертв он от кровотечения направляет после его хода у него от кровотечения прокнет что а как это хрень называется 9 жизней блин они все три почти мертвых я ударю того который наиболее жив потому что как бы двуручный топор лучше бить кого-то более живучего туда туда сюда чтобы прокнуть 9 жизней я мог того ударить в принципе так норм туда чтобы прокнуть 9 жизней а тут я могу только попытаться его добить и успешно это сделать хорошо туда чтобы прокнуть 9 жизней мимо этим я ничего не могу сделать танком я могу два раза дыкнуть и ничего полезного не сделать тут еще раз за таунтить чтобы они от меня не уходили ау не 10 слишком много типа если бы их было 7-8 я бы их убил но так мне этого убили этого сейчас убьют на следующем ходу так что все таки не пойдем сейчас на них ладно тогда посмотрим что в верхнем лагере очень много древних легионеров это намного лучше танки мне тут не нужны вместо этого я вытащу этого чала 28 защиты сойдет чтобы стоять с краю ну правда да да встань туда начать защита а правда вместо второго танка мне особо некого поставить просто рандомно кого-то салибарды типа вот этого чала так у меня нет алибарды для него в этом проблема ну пусть просто качается тем что стоит с копьем сзади и ничего не делает видимо но с тем же успехом я могу танк поставить у которого нету таунта чтобы он качался и получал таунт ладно в бой отходим на две клетки назад так 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 и так 6 пикинеров 6 счетовиков не должно быть проблемой ждем и начинаем затыкивать не самую верхнюю тоже по самому верхнюю только один может быть только два поэтому могут бить 3 тыкаем кого-то из этих 52 мимо туда допустим того сожалению не могу подойти на эту клетку и ударить минус 1 мимо минус еще один правда это не пикинер но также и минус 1 пикинер так танк тут не помогает совершенно так у тебя достаточно защиты и всего такого я просто подойдет на пикинера минус еще один этот наиболее задамажен до готов в итоге из шести пикинеров получит шанс ударить двое может быть а у этого чего достаточно защиты мимо так верхнего этого потому что у него меньше защиты потому что у него щит менее менее прочно типа него щит от дальнего боя этот человек не может прийти к кому-то кого он может ударить пусть туда подойдет наш день каждый ход подхожу чтобы можно было ударить ударить чего и на следующий ход убивает вы чего раньше 1 так так все победа по сути этого чего все еще могут наверное убить потому что это мой самый недокачанный рыцарь так хотя скрытую 36 процентов да да окей теперь только один только один бьет моего рыцаря теперь только 0 бьет моего рыцаря все теперь точно победа вообще-то переключился в смысле нажал f1 потом f и атаку чиниф атака f11 левый клика но f1 и россия почему-то так ты отходи а травм он так не получил это хорошо это же отходи и подходи изи и ничего интересного наградах но кстати древние клинковые пике я только что говорил что мне не хватает алибард это конечно не из армы но тоже сойдет и даже 2 чего прокачалась не ну видимо стамина и андердог с 1 плюс 2 не очень хорошо от чего качается вообще не очень хорошо к пойму надо видимо видимо он тоже будет овка чем потому что стамина у него очень мало так что так пусть быстрее качается главарь разбойников несколько браконьеров разбойники-налетчики этого чего я поменяю на этого человека который блин тоже первой левых не раз он первой левого то пусть во втором ряду тусит наверно так пусть качается дадим ему пику и пустят с ней делает этот танк с травмой на пофиг это танк стаун там чего остальных есть кто-то с прям пробитой броней нет ну тогда погнали браконьеры от самой трошевые лучники самыми трошевыми луками скорее всего так что они не страшны главарь вот тот чай у шапка на 210 и клевец какой-то так так я на шапка на 210 мне не помешает чак ты серьезно сколько у тебя был шанс 26 надо ждем потому что второй ряд ждем скорее всего кто не сейчас подойдет еще фига в голову попали я не могу бить сквозь кактус серьезно надо было ударить альбардой дамагами она в принципе пофиг также это не было бы дамагами потому что что так же так и не попал хотя бы альбарды плюс к меткости вот пара нет так что может попал бы там типа плюс 5 процентов хочу ли я тут что-то делать не ну типа подойти ткнуть я кину таунт на топориста потому что под таунтом они не используют разовом щита бьют обычная так и по моему сюда слишком много дальнобойного спама ну ладно да вот он два раза ударил так так ударю дальнего потому что ближнего добьет пикинер надеюсь ударе того потому что он ваншотный а второй нет до пикинер добил так эти два избегают у того просаженный мораль она к сожалению мне все равно придется их немножко тыкать может я хочу добраться до лучников у почему у тебя так мало стамили просто это твое нормальное состояние я потому что выбит дух минус к выносливости интересно и у тебя нету следопыта типа если бы у него был следопыт то у него было бы сейчас на 4 больше и этого бы все равно не можно было еще ниже не задавайте чтобы он бил как-то его сильно пробили надо хорошо так тут особо делать нечего добить этого чава и начинать окружать не ок левец который очень хорошо вам от броню но пофиг у него мораль про я могу дарить у него мораль просядет скоро а это враг смысле это не сбегающий враг фига исправим тут нет стамины чтобы ударить тут тоже нет стамины чтобы ударить блин зачем я этим чем-то шоу у которого и так броня словно на самом деле не буду его статью тинжалами я буду запекивать его так потому что иначе он не может быть кого-нибудь убьет если повезет шапка все равно дропнуть догонять убегает все нормально тогда сюда встану чтобы этого догонять ну все победа все равно нет это че у тебя 79 милишки это два раза подряд убежал бомж ты уверен что у тебя 79 милишки они не знаю там не 30 и тебя не надо выгнать и теперь еще и стамины мне хватает чтобы догнать у кого-то вроде глаза три раза подряд у кого-то вроде была собака мне кажется у собаки лучше милишка чем у этого бомжа также какого хрена я один раз по нему попал правильно типа он попытался убежать он один раз я ему попал в щит и он типа остался на или нет не наверное если ему попал щит он не остался на месте если бы ему попал не в щит он да а умер немножко теперь я удивляюсь что он все четыре пятки прошел сейчас я его не догоню потому что у меня стамины нет там если добыта просто дебил это взять это взять шапка не выпало все таки на что поделать мечи и цепь топорики короче так на самом деле почти всем не влезет а то что не влезет и хрен с ним зато прокачка 68 личность маму рамичал ты ты уверен что ты хочешь жить по моему он не уверен у него конечно еще плюс 5 но также у него минус 5 решимости так что видим решимости мы берем вместо милишки этому это и закаленный в боях дальше этот чел второй уровень плюс 3 плюс 2 плюс 4 ему стоит так наш хреновый баннер стоит ли в общем лишь поднимать будет защита дальнобойная ближнего боя и и решимость и пусть тоже закаленный боях и все больше не у кого левов нет ладно кочевники 6 лучник и немного головорезов мне некуда брать лут с них так что я пожалуй пойду и продам себя также не починил лут с них традиционно есть вроде мод который автоматом чинит ценный шмот и может быть я хочу скачать так надо соль тут явно продаем янтарь тут явно продаем трешевые броники наверное мне не нужно 6 броников на ловка чай так что я думаю оставить 3 вот так эти броники ничего не стоит я продал шапку на 140 наставил шапки на 130 1 эти шапки тоже на 130 но минус 10 у нас есть вместо 7 так что они не нужны так сломанный меч продать это все продать это все продать трешевой щиты продать и серебро продать ну чуть место сводили не жить так не нашли что теперь на арене снова змеи нетов я не против но можно чего-нибудь для разнообразия так этот чау а третьим был кто почему он теперь тут этот чау сегодня на арене змеи и завтра на арене змеи и послезавтра на арене тоже змеи но спасибо надо было подойти и ударить с этим паром стоп это не тот танк стать на самом деле я загружусь и возьму правильного танка я помню что я в прошлый раз таунте у змей вот так вот так и ты отдай не знаю зачем я подождаю и нет мастерства правильно так что открыв течение она не умрет а зато у меня есть берсерк я мог еще раз ударить плюс того хорошо 10 уже все хорошо плюс 3 плюс 1 защиты что печально и я думаю я думаю на следующем левеле в кино хп и мне нужно блин мне нужно мастерство и мне нужно передвижку брать и это и другое желательно пораньше наверно мастерство потому что он дамаг поднимает достаточно сильно от кровотечений хорошо квесты все те же мне нужно чуть инструментов хотя и дорого мне нужно чуть еды я думаю еще кружок сделать поискать челдеря нежки которых не существует видим кроме них арктистов известный враг в оазисе чего прокачался считаются ли кстати эти змеи видимо до битвенность чудовища а я не хочу нападать на эти руины потому что оазис от примерно как болото чуть чуть лучше короче неприятная местность оракула то для войны севера и юга в общем да а вот тут я вне жить нет стоп отступаем такая нежить древние легионеры надо я могу поменять одного танка на алибордиста это было бы хорошим планом даже обоих танк на алибордистов сейчас тут некрокультисты будут мы посмотрим 11 врагов так ждем 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 это все да это все как-то трешевато много ауксвариев немножко легионеров все равно подожду всеми удобнее начинать бить когда уже все подойдут и есть более полный выбор целей а поэтому чего будет выше шанс если переключусь на другой топор я его шот ну того чего наверное эти двое разберут без проблем как что так что да который без счета я могу ударить того который без счета он не сможет свой ход подойти и ударить так что лучше я ударю кого-то кто со счетом нет надо было того бить может быть так и так блин это опять я начал я пожалуй у него нет быстрых рук так что и я пожалуй 1 1 1 1 так вот теперь я пожалуй от иду все-таки но по сути это недостаточно недостаточно сложный отряд вражеский что тут был тип 6 акселариев 6 легионеров или чё-то такое учитывая насколько он далеко от цивилизации я ожидал что будут там жрец какой-нибудь древний или там некрокультисты это было переключиться или еще очень страшное меня тут будет чем которого хрен пробьешь так так мимо это ладно чуть xp и чуть ценностей но опять же это был еще один лагерь нежити что вполне хорошо а починить еще два древних меча и все меня пока тупо вами тоже стоит копия нет и сломанные мечи тоже не стоит естественно драгоценные камни на 1000 это на 800 нормально и левый лап плюс 3 плюс 2 плюс 4 стамины наверное мне не радует его 40 решимости но посмотрим гримы к нет особого смысла нападать на этих легионеров у древняя статуя легендарная акация она просто повышает настроение и выдает стены текста наверное не хочу к ней сейчас идти я вообще хочу на самом деле идти куда сюда потому что у меня кончится еда если это один не не убью а в лагерях обычно дают немножко еды а только стоп взять ли танков наверное так сойдет типа мне хотелось бы качать танков но также в этом бою они не то чтобы сильно помогают тут чисто сплошные милишники и достаточно трешевые по большей части все они все уже походили так что мы кто в центре строя не может бить я просто совершаю ход тот самый опасный шаг назад эти оба немножко не прокачены надо было нижнего этого опасный тут только сайт выручный я просто кончик вот так так минус этот чел минус этот чел лучше ударить и не попасть потому который в упор 82 процента подойти к ноту датыкать сайф когда-нибудь у этого чел будут быстрые руки стахан страшно кто-нибудь убейте его уже так эти оба сбегают почему нет убили ура хватит станет моего чеха почему вообще по нему подавите типа сколько у него во первых у него левого но вторых у него 28 меткости и блин этот бомж каждый ход его станет у бомжа даже мастерства не должно быть так что у него должен быть шанс стана они гарантированы при попадании а а и гора готова еда чуть-чуть но мне и надо чуть-чуть чистый город добраться так что это все возьмем это все возьмем шапка отчет стоит отчет стоит остальное все по сути ничего не стоит хорошо тут я все еще не знаю кто можно было бы напасть чисто в надежде что это нежить но посмотрим я естественно опять не починил все блин тут прав не то чтобы особо много того что нужно целых и пушки но все же это все тут не продается потому что тут не покупают потому что свое такое есть трешевые броники шапки еще шапки трешевое копье еще копья но то какие цена еще 19 терпимо мечи булавы я ставлю себе пить пока что это пары блин эти черные щиты этого дома с оленем слишком похоже на счеты и древней нежити 15 тысяч денег немножко инструментов много еды красками можно покрасить шлем персонажа так лучше сочетается тут можно вкачать бомжей плюс 3 плюс 3 и плюс 4 хп раз он не был за четыре левого по один из которых правда с одаренного каждый раз по 400 мины за что а и наконец-то быстрые руки этот чел плюс 3 плюс 3 плюс 4 хп потому что у него маловато одаренный плюс 3 плюс 3 наверно четыре решимости и этот чел плюс 2 плюс 3 ну и он ловкач так что хп каждый раз и без арка ну что змеи 2 гладиатора ахах немножко сложнее и хуже я попробую но скорее всего это будет не очень хорошим планом гладиаторы страшны согласен тебе ошейник тебе ошейник и тебе тоже ошейник большой крутой тисак менее большое и менее крутая дубинка но все равно все равно неприятно я думаю отойти вот сюда и подождать их хода нормально только 2 и ходит после после меня все равно это это менее нормально так ударить я не могу но он подошел в борт это его проблема теперь я могу танком контролить чисто этого чего а эти виды они не но это тогда его проблема что он подошел под вручный топор если то он на него кину он выйдет из зоны контроля чтобы ко мне пойти да класс отлично так и он сбегает из рассказал из и уроном но без травм это главное если вам это был пятый бой на арене так что у этих чуваков теперь воин арены и плюс 5 решимости замечательно плюс 2 плюс 3 плюс 400 мин и берсерк тоже отлично я все-таки хочу сбегать посмотреть что это заводить так что я сохранюсь сбегаю и после этого дире закончим бой восемь врагов древняя нежить причем страшная древняя нежить почетные стражи я перезагружусь с автосейва чтобы не выходить вперед баннером которые в этом бою убьют если я так все оставлю по моему хотя на самом деле наверное мог бы мог бы на следующий ход увести назад просто два шага назад вообще по идее музыка отличаются разных врагов так что я могу послушать потерь танк тут не совсем в тему надо также только почетные стражи прям только почетные стражи видимо ну посмотрим наверно от них можно было не отходить у них счетов особо нет но зато так все равно удобно что они подходят и и все я их бью 1 1 ход халявно хотя эти саки как у меня это двуручные мечи по моим просто это боевая коса прикольная штука альбарды мы видели хотя же как у как они называются микрокультистов также эти чуваки очень бронированные и в принципе довольно неприятно и у меня тут опять кстати недокачественные чуваки сверху масса проблема так так почти мертв совсем мертв шаг сюда опустим того чала блин этим я ударил ближайшего это было немножко ошибкой работает на них таунт на нем написано что он спровоцирован сейчас может быть выясним хотя минус 1 коса коса бьет по трем целям типа на он мог ударить этих троих помог может быть не уверен что конкретно троих которые вот так стоят он мог из этого положения ударить может быть он мог ударить типа вот так только двоих или вот этих вот этих троих что-нибудь такое там немножко странные паттерны хотя этого чала добит так не все равно что ударю так штанг не работает типа вот он ударил по этим трем по моему блин длинный пушку ударю так так туда еще туда еще туда тут лучше ударить того с двуручим потому что он мини защищен тут лучше ударить этого с косой потому что он более опасен ау отец вруч на били так теперь они только это вовсе фокусит надо готов хорошо выбить дух так что минус урон у него этого чего я уведу назад я мог бы сделать шаг вперед и ударить но потом этот чай ударит в ответ и убьет нахрен потому что тут как бы брони 0 хп 9 минус к навыку так что я не паду явно и даже если паду не убью то что эта пушка дамаговая чем-то альварда она чего те вот как надо а ну мы получили их лут но ничего прям супер ценного именно и пушки не хотят падать и броники и все остальное коса опять же бьет по трем целям что удобно все 580 тот же урон но 104 по броне вместо 125 что немножко странно но почему-то это так я наверно не буду использовать но все это я починю и продам городе но и амбиция выполнена известность от рада растет я также получаю трофей нежити за то что я четыре лагеря нежити зачистил и это полезная штука конкретно это амулет который удваивает решимость персонажа при воздействии на него эффектов страха и контроля сознания то есть это на видим хорошо это на призраков хорошо это на древних жрецов хорошо которых мы по моему еще не видели ни в прошлом ранее в этом в этом точно не видели против кого-то еще это помогает против альпов может быть что они успевают хуже насчет этого не уверен на сто процентов в общем да полезная штука цены здесь 21 отлично броники броники эти они достаточно нормально защищаете по 200 по 210 но они очень тяжелые для своей эффективности так что я не хочу их использовать опять же это одноручный тесак нормальный оставлю себе три таких алебарды и все 17000 а я посмотрю просто что еще дальше на арене четыре пустынных разбойника и кстати да тут будет награда лучше часть гудиоторского доспеха но это мы будем смотреть в следующий раз он сегодня на этом закончу спасибо за просмотр с вами бываемся пока